Не надо отключать, но надо регулировать. Когда 30 градусов жара, можно немножко их убавлять? В пределах разумного, но не так же, когда цветет миндаль, когда цветет урюк, когда на улице 30 градусов и в дом-квартиру зайти невозможно. Это же ненормально. По словам жительницы многоэтажки дома номер 30 по улице Оскарова, ее квартира превратилась в настоящую парилку. Женщина просит отключить подачу тепла. Впрочем, с подобными просьбами уже неоднократно горожане обращались и в диспетчерскую Акимата, и к самим тепловикам. Но справедливости ради надо сказать, что не все горожане придерживаются этой точки зрения. Можно еще потерпеть до 25 марта, ну а дальше лучше отключить. Ну сейчас уже надо отключать, а мне не нужно отопление сейчас. Говорят, сейчас отключат, потом стены похолодают там. Ну потом придется терпеть, но не должно, ну пускай на 10-15 градусов будет уже нормально в доме. На сегодняшний день триэнергоорталык работает в штатном режиме. Городу подается тепло в 65 градусов по Цельсию. По словам специалистов, подача тепла осуществляется пропорционально температуре воздуха на улице. Так, в декабре температура подачи областному центру достигала 80 градусов тепла. В связи с потеплением температура была снижена до минимума. Подача 65 градусов, обработка 40. Эта температура у нас задана согласно температуре воздуха на улице. Мы снизили ее сейчас, так как многие горожане жалуются на то, что в квартирах нечем дышать. Согласно же санитарно-эпидемиологическим нормам, отопительный сезон в Шимкенте должен завершиться в апреле. Городские власти в связи с резким потеплением и многочисленными просьбами также планируют прекратить подачу тепла в жилые дома. Вот только существует одна проблема. В случае похолодания возобновить подачу тепла будет очень сложно. Но синоптики утверждают, что пока же холодных циклонов, надвигающихся на юг страны, не ожидаются. Сегодня и завтра ожидается небольшое понижение температуры с небольшим дождем. Ну а до конца недели в пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха опять поднимется. Синоптики дают краткосрочный прогноз лишь на одну неделю. А за долгосрочными прогнозами можно обращаться к предсказателю Нуркобылу Козубай. Дождей в ближайшие недели может и не быть. Вообще-то же этот год будет засушливым. Сильных дождей у нас в городе не ожидается. А значит и холодов больше не будет. Так что если рассматривать вопрос отключения тепла, то я могу сказать так. Подачу можно и остановить. Какой на самом деле будет погода в ближайшие дни, вскоре увидим. А вот будут ли батареи в наших домах по-прежнему горячими, решать городским властям. И ни один предсказатель им не указ. Отвечать за просчет будут они. Бахрам Абдулаев, Талгат Абдинабив, Константин Исупов, Ербол Махашев и информационная служба телекомпании «Утро». Продолжение следует...